Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артём Витальевич, вы на канале подготовки к ЕГЭ Олимпиадам по физике. И сегодня у нас новая рубрика «Теория за 5 минут». Сегодня мы рассмотрим с вами фотоэффекты, я расскажу вам теорию про фотоэффект за 5 минут. Устраивайтесь поудобнее, если вам понравится такой формат, то, собственно, не забудьте поставить лайк, а также написать об этом в комментарии. И также в описании под этим видео вы можете забрать полезный файл с теорией по данной теме, по фотоэффекту. Итак, погнали! Начнем с того, что свет у нас является одновременно и волной, и частицей, а точнее проявляет и волновые свойства, и корпускулярные свойства. И как волна мы можем для света определить характеристику, как длина волны. Длина волны — это у нас скорость распространения волны, поделить на частоту, так? А также мы говорим о том, что свет является электромагнитной волной, и вообще для любой электромагнитной волны можно вести понятие как раз фотона, да? То, что фотон — это частица элементарная нашего света, частица электромагнитной волны. И оказывается, этот фотон является безмассовой частицей, но при этом он обладает энергией и импульсом. Энергию фотона можно рассчитать по формуле h на ν. h это у нас постоянная планка, вот ее значение, а ν это у нас, собственно, частота. Также, если мы воспользуемся этой формулой, то можем энергию фотона получить еще как hc деленное на λ, либо энергию фотона можно расписать как импульс фотона умножить на c. Смотрите, в вакууме фотон движется со скоростью равной скорости света, он обладает импульсом, хотя не обладает массой. В этом нет никакой проблемы, это все согласовывается с специальной теорией относительности Эйнштейна. Импульс фотона может быть выражен вот такой формулой h деленное на λ, либо h ν поделить на c. Теперь давайте же перейдем к саму фотоэффекту. Что такое вообще фотоэффект? Фотоэффект это явление вырывания электронов под действием падающего света, то есть у нас падают электромагнитные излучения и у нас фотоны вырываются. Уравнение, которое описывает фотоэффект, это уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, и это на самом деле, по сути дела, закон сохранения энергии физики. Прилетает фотон, у него есть какая-то энергия. Дальше, на что тратится эта энергия? Эта энергия тратится на работу выхода, это минимальная энергия, которую необходимо потратить, чтобы вырвать электроны из поверхности металла. Плюс максимальная кинетическая энергия электронная, то есть это то, что у нас энергия осталась. Прилетел фотон, он, соответственно, свою энергию передает атому, дальше у нас электрон вырывается, часть энергии тратит, и дальше остатки уже остаются в виде кинетической энергии электрона. Хорошо, энергия фотона может быть расписана вот такой формулой, они у нас уже записаны. Как могла быть расписана работа выхода? Она может быть расписана через HNU красный, либо HC деленный на лямбдой красный. Что это такое, мы с вами чуть позже поговорим. Кинетическая энергия электрона может быть расписана как масса электрона на скорость в квадрате пополам, то есть это базовая формула кинетической энергии электрона. А может быть расписана как модуль заряда электрона, запирающий напряжение. Что это такое, тоже сейчас рассмотрим чуть позже. Теперь давайте рассмотрим так называемую вольт-амперную характеристику для фотоэффекта. Представьте, что у нас есть две пластины, мы подаем на них некоторое напряжение, и у нас здесь стоит амперметр. А также мы пускаем с вами фотоны. Если мы не подаем никакое напряжение, то у нас в любом случае будет регистрироваться ток. То есть у нас при нулевом напряжении будет некоторая сила тока. Почему? Потому что у нас прилетают фотоны, они выбивают электроны, электроны вылетают в разные стороны. Часть электронов долетает до этой пластины и, соответственно, мы начинаем регистрировать с вами протекание тока. Если мы начинаем увеличивать напряжение, то есть здесь мы делаем с вами плюс, здесь минус. Соответственно, у нас все большее число электронов начинает прилетать на противоположную пластину. И у нас начинает увеличиваться ток. Но увеличивается он не до бесконечности, увеличивается он до какого-то предельного значения, тока насыщения. С чем связан ток насыщения? Ну все дело в том, что представьте, если у нас прилетает 100 фотонов в секунду, ну и представим, что в идеальном случае каждый фотон выбивает один электрон, и все фотоны могут выбить электроны, то если у нас прилетело 100 фотонов, у нас выбьется 100 электронов. Они разлетаются в разные стороны. И понятно, что у нас ток не может расти до бесконечности, потому что у нас есть предельное значение, количество электронов, которые летят до противоположной пластины. Поэтому у нас ток насыщения ограничен тем, сколько фотонов прилетает у нас на нашу замечательную пластину. А что будет происходить, если мы сделаем напряжение отрицательным? Что такое отрицательное напряжение? Если мы здесь будем подавать потенциал положительный, а здесь будем создавать отрицательный потенциал. В этом случае вылетаемый электрон у нас будет наоборот затормаживаться. И все меньше электронов будет долетать до противоположной пластины. Ток у нас будет уменьшаться. И в какой-то момент он станет равным нулю, когда мы подаем определенное напряжение, называемое запирающее напряжение. Чем оно обосновано и как его можно рассчитать? Смотрите, если у нас вылетел самый-самый-самый быстрый электрон, и он летит просто вот так вот по прямой, и вот здесь затормаживается у него скорость равна нулю, то это означает, что работа электрического поля полностью уничтожила кинетическую энергию электрона. Вот, собственно, на самом деле отсюда и возникает эта формула, что кинетическая энергия электрона максимальная, это модуль запирающего напряжения умножить на модуль унитарного заряда. Это когда работа электрического поля полностью взяла и уничтожила кинетическую энергию, которая была у нас у электрона. Какие надо знать законы фотоэффекта? Смотрите, первый закон о том, что ток насыщения прямо пропорционально интенсивности падающего света. Что такое интенсивность? Интенсивность это энергия падающего света в единицу времени на единицу площади. Энергия всего света это энергия одного фотона умножить на количество фотонов. Что ток насыщения пропорционально интенсивности падающего света при постоянной частоте. Проще говоря, что ток насыщения зависит от количества падающих фотонов. Ну, типа, чем больше у меня падает фотонов в единицу времени, тем, соответственно, у меня большее максимальное количество электронов, которое вырывается, и значит, тем больше у меня максимальный ток насыщения. Второе, что кинетическая энергия электрона у нас не зависит от интенсивности падающего свет. То есть, если у меня падает хоть 2 фотона в секунду, хоть 120 фотонов в секунду, максимальная кинетическая энергия электрона зависит только от частоты, ну, соответственно, работы выхода материала, так, и кинетическая энергия линейно зависит. То есть, если у нас частота увеличивается, то кинетическая энергия электрона у нас с вами увеличивается. И третий закон фотоэффекта о том, что у нас существует красная граница фотоэффекта. Давайте посмотрим на этот закон. Распишем энергию фотона как Hν равно А выхода плюс Е кинмакс. И понятное дело, что если я начинаю уменьшать частоту, в какой-то момент времени у меня кинетическая энергия станет равна нулю. То есть, у меня энергии фотона только хватает на работу выхода. Вот как раз ν красная это минимальная частота, при которой происходит фотоэффект. То есть, для каждого материала существует своя красная граница фотоэффекта. И ν, если у нас больше, чем ν красная, то фотоэффект происходит. Потому что энергии фотона хватает на работу выхода и еще немного сообщить кинетической энергии. Если уже у нас будет ν меньше, чем ν красная, энергии фотона просто не хватит даже на работу выхода. И фотоэффекта у нас не происходит. Именно поэтому в обычной жизни чаще всего мы не видим фотоэффекта, мы не наблюдаем. Потому что видимо свет, который у нас падает, ну собственно энергии его просто не хватает, чтобы вырвать электроны. Ну и, соответственно, так как у нас длина волны величина обратно в профессиональной частоте, то получается, что при лямбде меньше, чем лямбда красный фотоэффект опять же происходит. И отсюда получаются формулы, что нюкрасная или лямбда красная это такая минимальная энергия фотона, которой хватает только на работу выхода. Пожалуйста, друзья, мы с вами посмотрели на все формулы, которые нам нужно знать на такой прекрасной темы, как фотоэффект. Если вам понравился такой формат, друзья, еще раз напоминаю, не забудьте поставить лайк, напишите об этом в комментах. Можете также подписаться, даже нужно подписаться на этот YouTube канал и в описании под этим видео забрать полезный файл по данной теме фотоэффект. На связи был Артем Витальевич, это физика за 5 минут. Пока!